итак привет дружище меня зовут саша ты на канале князь пару дней не выходили видео пару дней не было стримов не знаю кто-то скучал не скучал я решил вот морально отдохнуть от этого всего действия хотя все равно сидел за компьютером какие-то дела делал но я решил отдохнуть вот сейчас я возвращаюсь с новыми силами вот если вдруг кто-то там скучал не забудьте поставить лайк подпишитесь если не подписан ну а если подписаны то долбани по колокольчику чтоб не пропускать уведомления ведь я почти каждый вечер что-то стримлю приходи на стрим а хочешь не приходи но в любом случае вход бесплатный без регистрации смс но не суть смотри сегодня у нас обзор лисы лисы и как бы не было у меня на аккаунте обзора лисы да я слоупок слоупок обзор лисы мне плевать а еще знаете еще когда ты нахладного призрака или принца как его там я все время путаю тоже сниму обзор и плевать что просмотров не будет и плевать что на этом видео просмотров не будет не плевать я сниму а вот сегодня у нас будет видео такое впечатление сколько у меня уже полярный лиса недели три может быть больше может месяц я не знаю короче пишите в комментариях я поделюсь с вами своими впечатлениями они достаточно интересные прикольные может кому-то это видео будет полезным да но не забывайте вы не на информативном канале я просто делюсь своим мнением и она может быть неправильно мне прикалывала реакция на мой обзор касаемо героини леди божество и они такие ой князь ты чё вот и обзор снял плохой ля-ля-ля три рубля вот если ее собрать на урон то она урон будет выдавать а еще еще и и вот она для арены для пвп локации да ну я как бы и говорил что она для пвп локации а просто ее на арене не тестил и особо как бы и не хотелось тестить понимаешь особо как бы и не хотелось ее тестить на арене и может быть да она там полезно я даже аренщиков никаких не спрашивал чё кто-то и пользуются не пользуются кто кто тусуется на арене там в топ-20 напишите чего вас там если эти божество собранные на урон или нет я не говорю я не говорил что это знаете херовый герой там и прочее я вам говорил о том что елки-палки если бы она была за самоцветы было бы классно и мое впечатление я же делюсь с вами своими впечатлениями мне плевать уже на информативность я просто вот какое впечатление получаю о таком впечатлении рассказываю вот и фишка заключается в том что ну у меня нет впечатления что леди божество должна стоить какого-то определенного количества бабок мое мнение заключается в том что ее мы должны выбивать за самоцветы да конечно где-то ее как-то правильно там какой-то топ соберет будет ее использовать и может быть как из королевы королева мэри или как кровавая мэри королева мэри уже на выпускали героев не могу запомнить старость не радость может быть ее там разрабы подправит да как кровавую мэри она будет станет круче но пока что она у меня не вызывает впечатления героя который должен стоить бабу леса понимаете вот и все да и и где-то кто-то там топы как-то по-особенному соберут и где-то ей будут там бегать будет там на атаке фартов полезной может на арене по локации я об этом говорил видео но главное суть заключается в том что она не должна стоить бабок вот и вся фишка а полярный лис может стоить бабок и сегодня мы будем о нем говорить понимаете полярный лис это тот герой который немножко вот сколько я попользовался им но это тот герой который вернул такое чувство ну не то чтобы безнаказанности но в целом вернул чувство забытое когда знаешь когда не кросс там выбивался когда вальтору выбивался в те времена когда это были супер актуальные нужные герои вот полярный лис немножечко немножечко да вот вернул это забытое чувство потому что они сейчас начали клепать донатных героев и ты как бы вроде купил вроде бабки потратил но как бы окей ну купил да и чё ну окей а вот полярный лис как бы все-таки появилось такое чувство что блин ну все таки наверное не зря бабки отдал потому что смотрите бард 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 безусловно полезный крутой герой который активно используется на моем аккаунте он классный он он молодец вообще комсомолец коммунисты все как нужно ребятушки вот я не в пионером в детстве был ну красавчик молочек хоть хоть сразу в партию бери да вот но фишка заключается в том что ну как бы не было такого чувства да когда бард появился даже с кровавой мэрии кровавой мэрии такого чувства не было а вот ее как бы прокачал на максим да она блин крутая героиня она делает вещи как бы даже после последнего обновления когда добавили новую чару она все равно прикольная плюс ее исправили да и все классно вот но такого знаете чувствую когда она у меня появилась что типа сосочки встали да вот такого не было вот когда на мой аккаунт выбивался вальтор вот у меня прям правый сосок помню взбух в тот момент а вот с этим с этим героем нет и я не говорю что она должна быть за самоцветы и бесплатно но как бы из последних героев донатных которых у меня появился ну может быть еще зефирик конечно тоже хотя зефирика наверно поздно выбил но не суть вот кровавая кровавый кровавый лис полярный лис на придумают уже а думаю же скоро просто будут типа по номерам типа где мы добавляем героя его имя будет номер 89 уже как нибудь вот так что у меня же башка кругом идет раньше раньше я знал блин каждое умение каждого героя каждую чару там каждое созвездие там одно второе третье сейчас уже просто уже столько всякой херни в игре что ты уже путаешься в не то что в умениях героя ты путаешься в названиях героя но не суть короче полярный лис вот делюсь впечатлением вот ну мне не жалко что за нее отдал какую-то определенную сумму денег и наверное из последних донатных героев это такой вот ну наверное один из самых самых выгодных что ли потому что ну конечно может быть это этот обзор с более своевременный да но тем не менее обратите внимание до сих пор они его продают за два пака хотя я думаю что если донатить хитро по чуть-чуть и каким-то выгодным образом да там один плюс один может быть получится и дешевле собрать но не факт то недавно ее собирал расскажите на своем опыте но как бы в целом в целом официально да тут никакой инфляции с ней не происходит она вот все равно свои два пака стоит ну да по сути два пака два пака и причем тут бац и вот так вот но мне кажется что сейчас легче и стала я сейчас стало мне кажется легче и стала выбить не знаю как в парящем острове она стала больше падать или нет по идее с одной стороны должна с другой стороны нет касаемо моей касаемо моего полярного лиса да напоминаю мы не на информативном до видео как бы я просто делюсь впечатлениями рассказываю как она у меня собрана в последнее время получается ситуация что елки-палки елочки-то палочки вот огненная защита стала как раньше бастионом да чё не герой чё не герой огненная защита даже даже у меня на зефирике огненная защита но в плане выживания до огненная защита я уже вам говорил ну типа у кого вопрос просто смотрите описание да и умений добавили увеличение здоровья на 80 процентов и тут как бы мы уже можем делать выводы в целом на постоянке она у меня бегает с огненной защитой дальше я уже играю с эмблемами чтоб она была вообще живая живая и прям ее трудно было убить конечно ставится священный огонь 10 эмблема на битве гильзи да когда я использую сливную тактику вот я ее прям так и называю да ребят вы там тоже может насмотритесь каких-то топов или ко мне на стрим придете это все делается просто ребята ради развлечения не более просто не более но вот в целом да когда на битве гильдии развлекаюсь и когда я могу допустить тот шанс что я могу слиться я использую полярного лиса вот и наверное все таки с ремкой и лучше ставить она стабильно 1 раздолбанет часть базы снесет и это конечно же ребята круто до того как вели новую чару которая это нормально так блочит героев там полярный лист мог вообще там чуть ли не всю базу снести ну как мне кажется но по крайней мере на битве гильдии ой ой я сейчас нифигово так лоханулся а нет смотри нормально да но сейчас после введения чары до полярный лист стал ну грубо говоря послабее но тем не менее все равно вот сливной тактикой когда ты бездумно выпускаешь всех героев полярный лист определенно тебе помогает но главное чтобы он один раз хотя бы включился но опять же это вот веяние последнее последнего обновления потому что раньше там я прикалывался помню там просто кровавую мэри полярного лица выпускала все но максимум там зефирика тремя героями можно было там пройти топа единственное что как бы на битве гильдии все такого не позволял потому что но вот безопасная тактика это прохождение минотавром вот если у тебя руки не из жопы и у тебя правильные герои собраны но вот когда монархи на битве гильдии не встречаются вот сейчас просто ну чтобы вам веселее было на стриме буду использовать эту сливную тактику другому ее назвать я не могу по той причине что она нестабильна то есть как бы можно долго понтоваться но при этом можно легко слиться потому что шанс не благоприятного рандома для тебя он реально достаточно высок дальше опять же по снаряжению мне умные люди посоветовали священный суд и он меня в принципе устраивает кто-то даже там пенек на нее ставит по созвездиям опять же ее кто-то и на точности кто-то и на смесь точности с уклоном собирает я даже видел скрины как тот на крит собирал опять же каждый собирает для себя исходя из тех локаций где он уходит у меня она с уклоном и в принципе меня это устраивает конечно уже этот уклон там не помогает в борьбе против топов на битве гильдии и там начинают насиловать да и полярный листом после обнову уже не так крут как хотелось бы но тем не менее многие спросят почему почему у тебя здесь он стоит порочный пак полярного лиса я активно использую в этом в линии обороны в нашей беспонтовой но чуть-чуть интересной локации линии обороны и почему а очень просто она наносит до хрена урона порочным пактами этот урон еще увеличиваю эмблемой когда хожу на линию обороны я уже ставлю себе воодушевление чтобы нам постоянно гасила короче станела гостина гасила и это на самом деле прикольно ну вот так же во душе ну то есть можно и в простой жизни и воодушевление поставить питомца питомца не смотрите я просто поставил супер питомца где там где там у него созвездия получше просто ее всунул далее чем не еще хотелось бы вам рассказать диана еще может быть полезно по крайней мере для моего аккаунта где хожу битва гильдии до полезно если хочешь поугарать там посливаться не посливаться по проходите на защите на битве гильдии до определенная на всех стоит если вы ходите в королевскую битву сейчас же там добавили этих демонов я конечно все равно в королевскую битву не хожу но опять же она может быть там полезно да то есть как бы по факту это универсальный герой я не могу сказать про леди божество что тепло люди божество нет ну типа если ее сравнивать с этим полярным лисом ну типа небо и земля по бабкам стоят одинаково если даже не больше вот сейчас на старте леди божество стоит лис это универсальный герой да там из обновления может быть актуальность немножко конечно ее поправили но тем не менее далее подземки но подземки как бы кто прошел тот прошел я не знаю можно ради прикола взять выпустить подземку just for fun уж так не выпускал нужно посмотри даже при том суши посмотри реально она просто с ремкой она просто с ремка посмотри и пофиг она стоит она она долбит а нет ее убили слушай ну набрала 6 процентов ратушу она не уничтожила по той причине что как бы здесь сразу щит кидается вот куда она долбанула все вокруг она расшатала ну уж эти давайте поржем тогда давайте поржем но она нормально мясовала у меня питомец вроде с уклоном стоит на ней то есть по ней нормально мясовали можно порочный факт и давай не знаю водушевление ну просто я по фану иду туда то есть урона урона на выдает мое почтение урона она выдает мое почтение пошли потому что как бы порочный пак не порочный пакт она должна стоять потому что ну по ней просто тупо не попадают вот когда по ней попадают тогда уже конечно грустно становится видишь еще проблема заключается в том, что вот она выбрала точку, и вот она туда сейчас будет бесконечно долбить. Вот, ее взяли, вырубили. Давай всех выпустим. Несмотря на то, что вот так вот долбила по разным странам. Хорошо. Давай, подожди. Теперь мы, как бы, порочный пакт, это все фигня. Вот так вот, руны снять. Ну, типа, воодушевление, нахер, ее все равно заряжает, хотя, может, и энергии снимает. Во! Теперь она прям защищена, защищена. Блин, прям мое почтение. Самый как Дональд Трамп в лимузине. Давай. Ну, вот сейчас, если ее когда начнут пробивать, да? Слушай, а что будет, если ей еще один уклон добавить? Это же прям вообще жесть. О, слушай, она умудрилась ратушу ушатать. Заря, она уже одну часть зачистила, да? Вот тут, бац, другую часть базы зачистила. Допустим, царем. Можно, не знаю, сделать как-нибудь там, зефирика высунуть. Зефирика высунуть. И потом ее, к примеру. не знаю, сюда вот. Феникс. Ну, Феникс не включится. Ладно, Феникс не включится, как бы. Этот у нас тут. А, слушай, полярного лиса все равно был. А нет, полярный лис жив. Да, живет, пофиг, она там свой урон наносит. Как бы ушатывает. Ну, просто, просто прикольно. Просто прикольно, не знаю. Ну, если это сильный герой. И она вот, ну, даже сраный. Вот если вы ленивая задница, как бы, вам лень проходить кошмарки, ну, вы можете даже там без миноса угорать, не знаю, как это, там, с защитными героями, еще что-то. И при этом полярного лиса использовать. Вот вся фишка. На арене, я думаю, что ее юзают. Почему нет? Кстати, посмотрите. Создать команду. А, ну, тут бесполезно. Я тут на арене в заднице мира. Но, просто, как бы, куда ни плюнь, ее можно использовать. Что нет? Ну, я не знаю. Мне нравится. Еще очень важный факт. Я все не могу добраться. Это, конечно, волны. Потому что от подписчиков я получал. Я получал отзывы о том, что многим подписчикам, к примеру, полярный лис помог пройти волну АДЖЕЙ. И, что самое главное, помог пройти волну АК. Я думаю, что отдельный стрим посвящу. Надо будет попытаться попроходить эти волны. Вот, будем сидеть, долбить, пытаться проходить. Тем более, у нас полярный лис есть. Надо уже взять себя в руки и, как бы, начать это делать, заняться. Короче, вывод какой? Смотрите. Вот, полярный лис. По стоимости, по стоимости такая же цена или даже дешевле, чем Леди Божество. И тут, как бы, вопрос. А кого вы... На кого задонатить? На полярного лиса или на Леди Божество? Блин. Конечно, на полярного лиса. Кто бы что там не говорил. Да, там поправят, не поправят Леди Божество. Да, где-то там что-то на арене, возможно, при какой-то определенной сборке на урон, что-то она там как-то в ПВП локациях выдаст. Но даже вот сейчас полярный лис, ну, просто офигительный герой, который меня радует. Которого можно использовать везде. Ну, то есть, во всех локациях, в принципе, полярного лиса можно использовать. И он будет там актуален. Ну, наверное, в 90% локациях. Какую бы вы ни пошли. Потому что это реально круто. Ну, а вот Леди Божество, как бы, ну, вот такое. Короче, мои впечатления по поводу данного героя просто офигительные. Потому, если вы уже начали собирать полярного лиса и как бы собирается, то не останавливайтесь, по чуть-чуть, ищите выгодные акции, собирайте. Если вдруг у вас пришла сумасшедшая идея каким-то образом купить Леди Божество, не покупать полярного лиса, то это очень глупая затея. Хотя, с другой стороны, если вы там Леди Божество собираетесь выбивать с Парящего острова, то, как бы, пока вы ее будете выбивать, полярного лиса обязательно соберете. Короче, крутой герой. Я им полностью доволен. Так что, если что, вот, используйте, играйте. Не знаю, кто еще досмотрел это видео до конца, но просто у меня, знаете, такая в голове фигня, мол, блин, обзор не снял, надо снять обзор. Вот. Кстати, может, я что-то вам по поводу сборки не показал, может, еще какие-то вопросы есть. Ну, зачастую, да, бегает с огненкой. Бегает с огненкой, снаряжение, судьба максимальная. Что тут еще можно рассказать? Да, в принципе, я вам всю сборку показал. Я, что, было бы еще круто, вот, если бы у меня, конечно, было много денег, я бы ей тут везде уклоны собрал. Тогда ее, конечно, вот, в кошмарке восьмой ее точно, там вообще никто бы не пробил. Но, опять же, тут, конечно, не на одних созвездиях счастья, да, когда ты ролишь эти созвездия, да, на герои. Не забываем про и, про питомцев. Супер питомцев. Вот, допустим, заходим, вот она у нас, супер питомцев, у этого чувачка здесь есть уклончик. Сотый. Понимаете? Сотый уклон. Атака, точность, вот, ну, точность и уклон 60 и 100 процентов. Если их зажать, остальные отпустить, рольным стоит 850. Давайте, кто досмотрел это видео до конца, давай угарнем и рольным, вдруг там еще упадет точность и уклон. Хотя, крит, удар и атака, это как бы тоже невероятно круто. Ну, давай, just for fun. Хотя, не знаю, пишите в комментариях, стоит рольнуть или нет. Всем пока.